Всем доброе утро! Мой муж приготовил завтрак на всех, салатик, картошечку с яичками. Сейчас мы покушаем и идем на море. Окунулись и пора в путь, а тут козы на трассе. Кто еще не смотрел прошлый наш выпуск из Албании, обязательно посмотрите. Он про албанские Мальдивы. Ребят, мы приехали в Ксамиль. Алиса спит в машине, пока Гена сейчас паркуется. Здесь места вообще нет. Покажу вам, что делается на пляже. Это какой-то кошмар. Смотрите за моей спиной. Моя знакомая приезжала с людьми со своей семьей сюда в июне. И, конечно, такого скопления людей на этих пляжах не было. Тут находиться на месте на этом пляже, где есть песочек такой. А вот левая часть пляжа. Здесь народу не меньше. Наш путь лежит к Геракастру. Город-музей на юге Албании, в долине реки Дрины. Город известен как родина албанского коммунистического лидера Энвера Хаджи. Первое поселение на месте Геракастра было основано еще до нашей эры. Сам же город возник значительно позже, но, как и все поселения Албании, успел повидать на своем веку разных повелителей – от византийцев до тура. О тех неспокойных временах напоминает самая большая в Албании крепость, возвышающаяся над городом. Эта цитадель возведена в XIII веке, отлично сохранилась и сегодня продолжает поражать своей мощью. Геракастер – маленький старинный городок на юге Албании. Около 25 тысяч жителей. Здесь сам центр, сам старый город – сплошная достопримечательность. Улочки, колоритные домики старинные 17-19 века. Они назывались раньше турецкие кулер. С 2005 года Геракастер вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО как хорошо сохранившийся город со времен Османской империи. По поводу ЮНЕСКО решение было принято благодаря тому, что в древнем албанском поселении в большом количестве и в отличном состоянии сохранились дома башенного типа, возведенные в XVII-XIX веках. Крыши этих турецких кулер покрыты пластинами сланца и придают современному Геракастеру облик города из далекого прошлого. Что интересно, сохранению такого облика города поспособствовал родившийся здесь албанский диктатор Энвер Хаджи. В свое время он постановил ничего не перестраивать на его родине, объявил ее национальным достоянием и придал городу статус музея. Алиса себе выбирает вертушечку. Ей они так нравятся? Бери. Ой, класс! Нравится? Колодец. Это старинный колодец прямо на территории сувенирного магазина. На ручках выжигают имена. Здесь над городком возвышается старинная крепость, в нее мы поднимемся немножко позже. Среди прочих достопримечательностей Геракастера, относящихся к периоду османского владычества, старинный рынок, две мечети, турецкие бани. Кроме красивых и интересных домиков, здесь еще есть старая крепость. Сейчас мы потихонечку движемся в ее направлении. Вот здесь везде есть указатели. Мы идем через старый базар в замок и обратно по ступеням спустимся из него. Зашли в какой-то туннель. Наверное, на территорию замка ведет этот проход. Туннель достаточно длинный, здесь так прохладно. Хорошо, после этой жары. Давай руку, пойдем, смотри, мы в домике. Пойдем, скорее, это вот. Опа, осторожно, смотри, под ноги. Где скользкие, мам, не вручатка. И вот он выход. По вот такой вымощенной дороге мы потихонечку продолжаем подниматься в крепость. Идем уже, наверное, минут 15. И народу, туристов, приехавших, очень много. Да, здесь касса, сейчас мы узнаем, сколько стоит вход. Туристы все пройдут, а потом мы зайдем. Ну, 400 лет. Сколько? 400 лет. 400 лет. Это у нас 3 евро. 3 евро вход. Территория крепости совсем небольшая. Людей много. Очень многие проходы закрыты почему-то, и мы пока не можем понять, можно ли здесь вообще выйти наверх на своему площадку. Хотелось. Вот так проход. Ну, прям очень много ограждений они тут от туристов наставили. Вон, какие-то ходы. Ну, туристов сюда не пускают. То есть, нужно найти тропу, чтобы вылезти на крышу замка. Видите, ни одного человека наверху нет. Ну, обзор отсюда сумасшедший. Попробуем вам показать. Дрон мы только в машине забыли немножко, да? Да, протупили. А детишек мы оставили вон там внизу. Мы взобрались на ту высоту, куда ни один турист еще, наверное, не залазил. Колену разбило себе в кровь. А за нами, под нами внизу, весь гирокастер. Вот, смотрите, как высоко. Это новые постройки внизу, уже новый город. Вот, и вот здесь где-то крыша старых домов, старого центра. Теперь осталось самую малость. Отсюда слезть. И еще, при подъеме на крепость мы встретили очередную игрушку. Но это не просто игрушка. Она во всех домах частных в Албании. Албанцы их всех называют одинаково. Вне зависимости от того, что это за животное, это обезьянки. И они очень серьезно относятся. Это обереги. От сглаза, от порчи, дома и всего остального. Их можно увидеть на углах всех домов. И даже с чесочными жрелями они бывают. Поэтому, когда увидите их, не берите. Знаете, что это охранник дома от сглаза. У нас на нашей вилле, на берегу, где мы снимаем апартаменты, там такой мишка с чесноком. Алисе он покоя не дает. Здесь зал орудий. На ручке? На территории крепости находится военный музей времен Второй мировой войны с останками захваченного американского самолета. Голуби здесь летают под крышей. Гнезда сфили. Тут написано, что эта статуя символизирует противостояние бойцов против фашистов и во время Второй мировой войны. Мы вышли на другую сторону крепости. И здесь есть все-таки панорамная площадка, открытая для всех. С видом на город Геракас. Идем? 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 Я думала, ты куда-то уезжаешь. Ты себе нашла колясочку и пушку? Жара сегодня просто неимоверная, солнце палящее. Будем сейчас ехать в сторону Саранды потихонечку. Сделаем еще одну остановку в очень интересном месте. Я вам о нем расскажу немножко позже. Начиная с 1968 года, раз в пять лет, здесь в Геракасе проводится албанский фольклорный фестиваль. Вот в этом месте, позади меня. Замок за эти годы много раз перестраивался и выполнял множество функций. Во время правления Алипаши крепость была военной крепостью, а во времена Второй мировой войны служила укрытием для жителей города от бомбежек. Каменная старинная кровля домов Грузию мне напоминает. Все очень устали от невыносимой жары. Дети вырубились в машине мгновенно, просто за минуту. Ну что, еще одна достопримечательность Албании, бункера. Они были построены во время коммунистического режима диктатором Албании, который понял, что весь мир угрожает коммунистической Албании и настроил таких бункеров по всей стране более 700 тысяч. Поэтому сувениры из Албании везут пепельницы в виде таких вот бункеров. Такое огромное количество бункеров было построено в период с 1975 по 1989 год. На сегодня некоторые из них в заброшенном состоянии, другие превратили в кафе, дачи, бассейны, сараи и даже мосты. И смотрите, какая толщина стен в случае ядерной войны, чтобы всем было где укрыться. Большинство албанцев считают бункеры уродливым наследием эпохи сталинизма, но все к ним привыкли. В 35 километрах от Гирокастера в сторону Саранды есть вот такая природная достопримечательность, голубой глаз, природный источник. Пока дети спят в машине, мы пришли. И что я сделала сегодня плохого, мы купальники забыли дома. Но вода здесь ледяная, всего лишь 13 градусов, поэтому я не думаю, что они бы сюда залезли. Агена может и заплывет. Плюс еще течение, вон на заднем фоне два мужичка только что ныряли. Против течения он вообще плыть не может, стоит на месте. Течение очень сильное. Здесь на территории куча кафешек и куча народу и машина паркинги. Такое ощущение, что народ приезжает сюда пожрать, а не для того, чтобы увидеть уникальный природный источник. Я зашла в эту воду на пару секунд, ноги уже с удорога ходит такая холодина. Купаться я не буду. Я нахитил нарядную, я думаю, что он тоже уже перетумал. Для меня уже ноги отнимаются, все. А еще об этом месте точную глубину никто не знает, потому что водолазы потружались на 45 метров, а дальше не смогли. Такое сильное подводное давление идет вверх. Такое ощущение. Ай, все, я выхожу. В этом национальном парке доступно 18 источников таких вот выхода воды, но пуская туристов только в один. Вот мы сейчас в нем и находимся. Тут вода 13 градусов, поэтому когда ты заходишь, у тебя ноги уже супер-пуская. Идем, покажу вам сейчас самое глубокое место, голубой глаз. Вот в этом месте очень глубоко, самая глубокая точка. Людей в таких местах полно. Все, 34 градуса сегодня на солнце. Дышать нечем, едем на море. У нас была позавчера 39. Да. Ася уже давно в машину слиняла, ждет нас. А Алису в тени держим, потому что панамку забыли. Все, сейчас мы возвращаемся в Таранду и идем на пляж. Мы приехали домой и идем на пляж. Волна? Да. Спускайся, Алиса. Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем, я тебя к папе отведу. Пойдешь к папе? А? Я не хочу. Вот помните, Гена в крепости рассказывала вам про обезьянок. Вот здесь тоже есть такой же оберег с чесноком от вампиров. У нас маленький водолаз сейчас готовится к заплыву. Пошли. Пошли заныривать. Что, не идем? Сегодня немырячая погода. Тебя снимают туда. В бункер идем? Идем в бункер. Идем в бункер. Вечер. Мы сейчас вышли на набережную. Вот центральный городской пляж Саранды. А набережная идет вон туда в самый конец. И где-то там за углом мы живем, наша вилла. Все эти яхты вывозят туристов в море на морские прогулки. Сотни кафешек и ресторанов. Мы идем посмотрим пиратский круиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok